Сегодня я расскажу вам о пяти интересных фактах, которые касаются Греции. Притом один из этих фактов, он официально не подтвержден, но не менее интересен. Об этом чуть позже. Итак, факт номер один. Все вы знаете об эксперименте в Филадельфийском. А если не знаете, то я вам рекомендую почитать. Ну, хотя бы в Википедии. В двух словах расскажу, что это был якобы секретный эксперимент, который проводился в МС США в 1943 году. Ну, и суть эксперимента была в том, чтобы военный корабль на время исчез с радаров, ну и потом появился. В дальнейшем, в 60-х, 70-х годах стали выходить книги об этом эксперименте, что якобы там пропадали и исчезали люди, что корабль перемещался, потом вернулся. Люди застревали между стен, воспламенялись, сходили с ума, и кто-то так и не вернулся. Об этом эксперименте написано много книг, снято много фильмов, и, в общем-то, наверное, мало кто вообще знает, мало кто не знает об этом эксперименте. Так вот, все это происходило в 1943 году, а в 1946 году, в 1946 году ВМС США почему-то, зачем-то передает совершенно новый, уникальный корабль с оборудованием по чертежам Теслы и Эйнштейна, передает Греции. Зачем? На самом деле, я не знаю, но он не списан, он в отличном состоянии, и много десятков лет он еще работает на благо Греции, до 1991 года, когда его списали. Притом списали его с небольшим таким скандалом, потому что одна американская компания потребовала вернуть оборудование на якобы восстановление такого же военного корабля, чтобы восстановить его в качестве музея. Но я помню, в 2005 году было скандальное ток-шоу о том, что американцы ставили над греками эксперимент, они специально отдали этот корабль, чтобы смотреть, что будет. Мы подопытные кролики, мыши, я не знаю. И вот, наконец, в 1991 году они опять решили забрать наш корабль. Но потом оказалось, что все-таки его списали и забрали только какое-то определенное оборудование. И, в общем-то, об эксперименте в Филадельфии. Корабль Элдридж, кстати, был назван Леоном. Под этим названием он находился в МС Греции. Наверное, последнее упоминание об этом корабле было в плейбое. Да-да, в плейбое. За 1996 год, когда там была статья, уникальный корабль находился в Пирее, когда он участвовал в проекте «Филадельфия». Мистическую составляющую одели в какой-то эротический контент зачем-то. И, наверное, это мой самый любимый факт. Еще 4000 лет назад в Греции обитали слоны. И не просто слоны, а карликовые слоны. Ростом они были 120 приблизительно сантиметров. Чтобы вы понимали, это рост 6-летнего ребенка. Ну, то есть, они были такие маленькие, мимимишные, такие хорошенькие. 40 остатков этих слонов были найдены в пещере на острове Тылос. Еще 14 тысяч лет назад остров Тылос являлся частью материка и потом отсоединился. И слоны, которые оказались на острове, они как-то стали приспосабливаться к скудной еде, к небольшим размерам острова. И это был, естественно, процесс, они стали уменьшаться. Слоны с острова Тылос единственные, чье ДНК было изучено полностью. И это были последние слоны миниатюрные, которые жили в Европе. Потому что остатки миниатюрных слонов находили и на Кипре, и на Мальте. В общем, находили в Средиземном море. Но слоны на острове Тылос были последними. И, возможно, они бы до сих пор существовали на этом крошечном греческом острове, если бы не извержение вулкана Санторини 4 тысячи лет назад. Последние слоны прятались в пещере, но, к сожалению, там они погибли. Их остатки, хорошо сохранившиеся, дошли до наших дней. И на острове Тылос организован небольшой, но уютный, милый музей карликовых слонов. Боже мой, они такие милые. В 1969 году группа спасателей находилась в горах Южной Эви, это остров второй по величине после Крита. Они искали остатки пропавшего самолета. Небольшой самолет потерпел крушение где-то там в горах, и они пытались найти остатки этого самолета, пилота. И они набрели на деревенских людей, которые общались между собой с свистом. И таким вот образом, интересным, был обнаружен уникальный язык свиста. Называется он сфирия, или птичий язык. Вообще в мире существует около 70 языков свиста, но этот язык сфирия, он самый богатый, и, наверное, один из самых изученных сейчас. Хотя на данный момент на нем общаются 6 человек из 30 живущих в этой деревушке Адыя. Маленькая-маленькая деревушка на самом юге острова Эви. Настолько этот язык тяжелый к изучению, что один молодой человек с города Каристос решил выучить этот язык. Ему потребовалось 7 лет, чтобы как-то сносно начать на нем общаться. Местный житель, носитель этого языка, Панайотис Ценоварис, решил привлечь внимание общественности. Не просто общественности. Он пригласил Гарвардский университет, BBC. И так об этой деревне, о местных жителях, и об этом уникальном языке свиста было снято несколько документальных фильмов. И таким образом вся Греция узнала, что, оказывается, в Греции есть такой уникальный язык свиста. Существует несколько версий, каким образом он возник. Первая версия — это возник он в древности. Персидские войны отступали, скорее всего, после битвы при марафоне. Они потерпели кораблекрушение. В данной местности очень высокие, сильные волны могут быть, практически такие океанские, я знаю, потому что у нас там дача как раз недалеко от этой деревни Адыя. Персидские войны спасались в тех местах, обознавались там, скорее всего, и они были носителем этого языка свиста. То есть это язык известен с древних времен. И что самое интересное, в Турции есть деревня, в которой очень похожий язык. Немножко отличается, но в принципе он очень похож. Есть еще несколько версий о том, что этот язык возник во время Византийской империи, после падения Константинополя. Этот язык служил таким тайным языком секретным, с помощью которого местные жители могли общаться. Есть еще версия, что в древние времена были такие свистуны, они были даже в Атеке, вокруг Акрополя. И вот они могли общаться, передавать новости об опасности. Он основан на том, что каждый звук является определенной буквой алфавита. То есть он основан на алфавите. Таким образом, на этом языке можно общаться абсолютно на любые темы. Давайте послушаем. По мнению многих современных ученых, Христофор Колумб был греком с острова Хиос. И вот подтверждение. Во-первых, Христофор Колумб никогда не говорил, что он с Легурии, что он с Генуи. И его сын Фердинанд никогда не смог найти родственников Легурье. Вообще, Легурье писали в 15 веке историки, ученые. И они культивировали эту версию, что он был итальянцем. Но на самом деле, Христофор Колумб прекрасно владел греческим, оставлял греческие какие-то заметки в книгах. Современные ученые склоняются к версии, что Христофор Колумб на самом деле был из византийской династии палеологов Дошипатус. И после падения Константинополя его спасли, то есть его отправили на корабле из Греции, чтобы спасти его жизнь. Потому что османский император боялся крестового похода, боялся, что византийский император захочет захватить обратно Константинополь, вернуть себе и так далее. И члены семьи вот этой императорской, они или бежали, или были убиты, в общем, находились они в опасности. И чтобы спастись, чтобы спасти одного из членов императорской семьи, его родители решили таким образом послать его в Западную Европу. Притом мама Христофора Колумба была каталонкой. Коломб у нее была фамилия. Возможно, это послужило тоже идеей для его нового имени. О том, что он сменил имя, в принципе, знали еще тогда, в 15 веке. То есть это не было секретом. Но официальная версия говорила, что он был из Лигурии, из семи ткачей, бедной семьи. Но тут начинаются несопоставимые какие-то факты. Потому что он женился на представительнице древнейшего португальского рода из аристократической семьи. И это было еще задолго до того, как он открыл Америку. То есть объяснить этот брак по-другому невозможно. Он на самом деле был из очень знатного рода, но хранил это в секрете для своей же собственной безопасности. Но почему именно из Генуи? Возможно, повлиял тот факт, что в то время Хиос назывался правым глазом Генуи. Он два столетия находился под властью генуэзцев. И, возможно, это повлияло на решение Коломба. А еще, возможно, тот факт, что он путешествовал вместе с каким-то своим старшим родственником, которого звали Коломб. В общем, собрав все эти пазлы воедино, можно создать картинку. Он бежал из Хиоса, он придумал свое имя из того, что было у него в голове, как бы собрал такой пазл. Звали его, скорее всего, Христофорос. Собственно, это было его настоящее имя. И его секретные корни, которые он, видимо, раскрыл все-таки некоторым людям, но не раскрыл, например, даже своим детям, что самое интересное, все-таки это помогло ему сделать карьеру и быть тем, кем он был. Теперь мы переходим к самому последнему факту, самому печальному. Недалеко от греческого острова Кея на глубине 119 метров лежит затопленный огромный корабль. Это брат Титаника. Он же гигантик, он же британик. Существовал еще один брат, Олимпик. То есть всего их было три. И построены они были в разное время. Первый был Титаник. И после того, как Титаник затонул, все недочеты были учтены. Британику были сделаны определенные апгрейды, модернизация с учетом проблем Титаника. То есть Британик на самом деле находился в таком подвешенном состоянии, незаконченном, довольно длительное время. И его старший брат, Олимпик, в 1915 году стал судном госпиталем, госпитализированным судном, потому что случилась Первая мировая война и была большая потребность в таких плавучих больницах. И после этого, в 1916 году, Британик, незаконченный, переоборудованный под госпиталь, начинает свою работу в Средиземном море. Пять рейсов у него было абсолютно удачных. В такой огромный лайнер могло помещаться более трех тысяч пациентов. Раскрашен он был в определенные цвета, чтобы видно его было издалека, чтобы военные корабли понимали, что это нейтральный корабль, что он не военный, что атаковать его нельзя. Но незадолго до того, как он вышел в шестой свой рейс, немецкая подводная лодка заложила мины недалеко от острова Кея. И так, в ноябре 1916 года Британик проходит недалеко от Южной Атоки, недалеко от острова Кея, и утром 8, приблизительно 8 утра, раздается взрыв. Корабль трясет, но мало кто придает этому значение. Капитан говорит, закончить завтрак, все в порядке, скорее всего, это была какая-то подводная лодка, мы ее протаранили, бедная подводная лодка, с нами все в порядке. Но через некоторое время капитан понимает, что корабль начинает кренить на один бок, на правый бок, и что-то идет не так. То есть, получается, происходит затопление, дается приказ закрыть между пятой и шестой котельней специальные такие люки, через которые вода не может проникнуть. Но почему-то один из люков не сумели закрыть между этой пятой и шестой котельней. И капитан понимает, что ситуация критическая. Он решает, а корабль шел на скорости 20 узлов, довольно быстро, он решает выкинуть корабль куда-нибудь на мель, скорее всего, возле берега Кея, не останавливать его. А корабль продолжает тонуть, потому что как раз-таки на правой стороне были открыты люки для того, чтобы для проветривания. И очень-очень быстро корабль набирает воду. Создается паника. Пожарная бригада выбрасывает шлюпки на полном ходу с людьми. И эти шлюпки с людьми начинают засасывать под работающий винт корабля. Некоторые люди умудряются выпрыгивать и спасают таким образом свою жизнь. Потому что, попадая под эти винты, вы понимаете, что происходило, погибло 21 человек. То есть их просто разрывало на мелкие кусочки. Ужас. Каким-то образом спаслась медсестра Джессоп, которая пережила Титаник. Точно так же спасся один из кочегаров, который тоже пережил Титаник. В общем-то спаслось, больше тысячи человек спаслось. Девять погибло при затоплении. Сейчас расскажу подробности затопления. Если Титаник тонул два часа пятьдесят минут, то Британик затонул в течение пятидесяти пяти минут. Очень быстро это произошло. Когда у капитана заклинило рулевое управление, он понял, что не может контролировать корабль. Он приказал остановить двигатели и началась эвакуация. К этому моменту уже подходили на команду с кораблей, которые были ближе всего к Британику. И таким образом спаслось очень много людей. То есть практически все спаслись. Там были пациенты, то есть там были лежачие люди, больные, которым очень сложно было выбраться и вообще удержаться в воде. Сложно было транспортировать в эти шлюпки, которых, кстати, было недостаточно почему-то, как обычно. Долгое время никто точно не знал координатов, где именно находится затонувший корабль, пока в 1976 году дайвер Жак-Ив-Кусто не открыл точные координаты этого корабля. Я надеюсь, что эта информация была интересной вам, и если так, то, пожалуйста, помогите алгоритмам Ютуба это понять. Всем спасибо, берегите себя.